привет дорогие друзья вы на канале Казбонблог с вами Катеров Танки и сегодня у нас очередная подборка интересных боёв первый нас бой на карте аэродром у нас танк КВ-1С и в общем тут будет много жесткого рубилова и несколько забавных моментов в общем будет на что посмотреть набираем скорость продвигаемся естественно к центру сразу же вот там цветится елочка как обычный который очень чаще всего заряжает за этот камешек и подсвечивает там еще е25 в общем я считаю то что они вдвоем туда поехали они себе в общем и мешали и так толком не смогли отработать на этой позиции хотя оказалось бы довольно эффективная позиция для подсветки всех тех кто пытается вот на эту горку ехать доцеливаем е25 наносим 425 единиц дамага в общем е25 понимать что на той позиции стоять опасно но так он и не успел безнаказанно отъехать фактически осталось 2 процента прочности и в общем уже фактически парень повоевал так что оставляем эту позицию что-то нам не интересно и мы оползаем естественно назад а теперь чтобы отвлечь арту исчезаем из-за света и заползаем наверх за вот этот вот камешек надо теперь проскочить мимо тигра 2 так чтобы он не обратил на нас внимание но в данном случае там оказалось еще ты 25 2 нам удалось на ходу ее продамажить она тоже нас повредила в общем обменялись любезностями и на этом все там в общем стоит елочка елочка тоже опасная должна техника у нее раздача на 200 с лишним единиц так что недооценивать не стоит по крайней мере сзади она спокойно пробьет в общем контролируем этот сектор в общем ждем пока елка появится там в засвете она пока что спряталась за камешком ничего абсолютно не хочет выезжать на его на переключаемся на другие цели выкатываемся здесь пытаемся подсветить тут часто противники проезжают по этому направлению в общем никто пока тут не светится ничего абсолютно опять засветилась елка и и продамажил наш танк осталось совсем мало хп очень чем быстрее уберут тем нам в общем легче и будет 20 процентов кп не остается ничего там пока не происходит интересного здесь какие-то странные спецэффекты вроде арта бьет а вспышка перед самым нашим танком происходит видите еще разрыв совершенно непонятно вроде снаряд падает другом месте взрыв как раз возле нас в общем ждем ждем ничего не происходит по идее должны вы здесь уже соперники проехать мы ждем пока наш стэшник подсветит это направление одновременно контролируем что происходит сзади он чири проехал но в общем пока ничего нигде не светится тем временем наши союзники очень большей степени снили сливается в атаке хотя и в общем на дамажили тоже немало помогает хорошо наша арта опять ветер и взрыв перед нашим танком хотя снаряд летит вообще неизвестно куда в общем черри ничего почему-то не подсветил они наверно откатились назад возле берега в общем все наши ожидания оказались здесь пустую теперь остается там один тяжелый к в 4 с 3 прочности естественно еще уже меньше уже 7 просто и вот насколько времени стояли только сейчас появился в засвете этот из 3 прям как как на зло в общем его продамажили он отползает назад естественно мы выходим на эту позицию так как общем делать там уже нечего надо сдерживать сейчас по-любому будут атаковать они надо сдерживать их rush возможный там тигр 2 там лова пусть они и поврежденные тем не менее опять нас подсвечит кто нас подсвечивает совершенно непонятно откуда у нас подсвечена понятно вот сзади зорки там нас подсвечивали откатываемся назад уж три арты все такие общем стоять под их огнем не очень правильное занятие ну все остаем в ожидательную позицию сводимся заранее скорее всего отсюда к тэшник выкатиться старается ромбовать пока он там будет пытаться ромбовать оказался этот лев это не выехал вот здесь он в общем пытался пытался в общем выехать для выстрела но в общем получил внешний бронелист это же его накрыл наша арта нам повезло мы здесь делаем качельки и общем получился рикошет не пробил нас вражеский танк и откатывается тоже назад пусть понимают что сейчас по нему отработать сразу несколько карт в общем пока что мы выгодно оборонительной позиции сзади потому что пыталась вражеская арта отработать в общем засветили е-25 я пришла на помощь и тут уже нам на помощь не есть откуда едет rl-44 которую где-то там в резерве в тылу что-то там делал непонятно чего он приехал и молодец теперь вроде бы можно рашить остался там один кинг тигр до в общем дело-то нехитрое вот у нас контузит мы делаем такой хитрый маневр ставим его на каток он нам продамажил мех вода при помощи союзников мы его добиваем и в общем со склона набираем скорость естественно входим из-за света так три артиллерии не очень отслеживать им не составляет нас никакого труда ну а тут я понимаю что ситуация складывается в общем не самым лучшим образом не пожадничал я на эту дорогую птичку подлечил мех вода так как потери скорости в данной ситуации это чрезвычайно опасная штука и еду в этом уголочку в котором обычно азису в котором обычно сидит вражеская артиллерия в надежде кого-то из них подсветить и желательно при этом не отправиться в ангард чем подкатывать очень близко ничего не светится никого нету уже даже если бы не было супер маскировка все равно кто-то бы подсветился ничего здесь нету ничего не происходит значит вся арта скорее всего находится возле их не пасы где-то возле бережка значит что мы делаем естественно набираем скорости едем по этому направлению принципе силы у них довольно неплохие там еще е25 которая очень малозаметно может хорошо подсвечивать нас квас ваншотный аре очень машина медленная уязвимая хотя и хорошая лобовая броня но арте это как говорится дарт это не аргумент выкатываемся отсюда пытаемся здесь кого-то подсветить тем временем арел разобрался с флешкой в общем ничего пока не светится абсолютно никто не выезжает хотя бы в расчет что отсюда хоть кто-то выползет тем временем дамагу дамажит арела как я говорил в принципе какие предполагал е25 стоит на этой возвышенности подсвечивает пара его работает арта и в общем эта ситуация была предсказуемая естественно нам что надо делать надо использовать эту ситуацию пока по крайней мере они отвлечены мы что-то можем сделать вон там засветилась лорка мы набираем скорость светим еще mxf3 rl успел уничтожить лорку лорка успел уничтожить арел в общем обменялись любезностями подкатываться скале потому что чем хп у нас мало там мx13 f3 и там же е25 но ждут в общем что нам делать рассчитывать на арту можно конечно здесь такие углы под которыми стоит эта техника что арте не просто по ним попасть поэтому мы играем на нервах у соперников хотя и сами немножко нервничаем и 25 понимает вот она что сейчас по нибудь сводиться вовремя она отъехала час она будет скатываться сзади нас и пытаться нас оттуда достать вот что нам делать надо разводить арту на выстрел естественно вот что мы сейчас пытаться будем делать выкатываемся арта не выдержит нервы мы тоже здесь понадеялись все таки что не так что мы попадем без сведения стреляем скатываемся назад задержи е25 пытаемся ее таранить задним ходом немножко нанесли урона у нее мало хп и тут нам остается только что ромбовать делать качели рассчитывать что может быть вбр нас пощадил ну нам повезло так как в общем арта на перезарядке а мы успели чуть раньше е25 перезарядиться несмотря на то что это машина пулемет по большому счету и очень мы ее уничтожаем теперь остается только сделать ложный маневр показать арте что мы кстати продамажили показать что мы едем вот по этому направлению справа фланга огибаем вот что мы делаем исчезаем сейчас из-за света у нас стоит ждет на этом направлении мы разворачиваемся и едем в другую сторону совсем не сложный маневр ну очень здорово помогает застать артиллерию врасплох закатываемся на эту горку у нас достать здесь не сможет зато моего подсвечу и вот как я и предполагал он отползает задом он контролировал вот этот вот участок это направление и зазевался соответственно нужно начал догадываться что мы ходим с другой стороны но это было для них слишком поздно и в общем говоря отправили моего вангар вот такой вот интересный бой теперь перейдем к следующему сбой на карте мурованка на паза сфл 4c и здесь мы готовим себе позицию которая в общем окажется потом не очень востребована в данном динамичном бою расчищаем местность заборчиков деревьев в общем готовимся так чтобы иметь наибольший обзор и как можно меньше всяких визуальных препятствий в общем расчистили мы все оказалось что противник даже и не собирался раньше по левому на фрон направление наоборот наши тяжи рванули через лес соответственно стоять на таком удалении смысла нет об этом мы подкатываемся на эту главную часть этого леска чтобы иметь лучший обзор у нас стереотруба маскировочная сеть соответственно мы здесь этой позиции нужно с нами плохо подсвечивать по крайней мере вот эту часть с дорогой деревни видим вык 3601 в общем там частично не доглядывает выцеливаем не попадаем вот здесь двадцать 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 моль один выкатился мы скорее засветились так как там прогалин которая сбоку была на нас мало выдать откатываемся назад исчезаем из засвета и пытаемся отследить этот 2001 д промазали первым попаданием видите вторым попаданием попадаем так как он остановился общем углы горизонтальной нагрузки в позициях его не очень хорошие все время как то сюда ворочить корпусом вот опять не угадали стреляем без сведения надо было подождать прозевали могут свои шансы и еще прав отошел к су-85 ушел к су-85 в общем типичная оборона у нас тут позиция получается противники лезут один за другим через деревню в общем попадает под перекрестный огонь для нас это самая такая удобная позиция все как бы вполне плохо складывается светится дикер макс атакуем его вот она откатывается назад успеваем его два раза продамажить оставляем там совсем совсем чуть-чуть хп тем временем наши с 85 которая с фугасницей дамажит этот к в одну ковой машина крепкая класса не так уж страшны поэтому урона там большого не получать тем не менее определенные криты он уже нахватал вот теперь он поставил борт под наш огонь и выцеливаем заднюю часть область катка и общем добиваем его хорошо можно дамажили три машины на дамаж или принципе ситуация сейчас выровнялась и по числу танков по количеству соперников да у нас и по соотношению их мощности все примерно одинаково вот у нас преимущество в инициативе противника преимущество в оборонительной позиции так что если мы будем вращать он будет иметь определенно превосходство 3601 совсем уже ваншотный и плюс на его направлении еще и не помогает тяжелый танк в общем сейчас там наше будет давить она и понятно превосходство в силах слишком очевидно отслеживаем 3601 в общем ничего там не происходит добили че кто добили 3601 в общем все прекрасно остается давить только вот этот фланг там су-100 светится наше су-100 попала под раздачу соответственно и тут неравная перестрелка два против одного с 85b и су-100 против одной вражеской су-100 естественно отправляет ее в ангар хотя и су-100 наша поплатилась половина запаса прочности встаем в кусты здесь на возвышенности ждем подсветки pz-4h светится но в общем он там за возвышенностью поэтому достать мы его не можем союзники дают собой флангов в общем вполне предсказуемый уже исход вот мы идем здесь по краю стараемся не попасть засвета как возле этого дома часто сидят пт-шники и вы свидетель здесь видим т-28 засветился он ловит дома половина хп не остается мы быстро выкатываемся сводимся почти почти не сводились и общем отправляем его в ангар забрали фраг но мы знаем что мы сейчас засветил и там скорее всего нас контролят уже вражеский нас форм поэтому мы делаем вот такую интересную штуку мы делаем будто мы вид потому и выполняемся это выползаем с этого направления здесь разворачиваемся и выползаем чуть-чуть в стороне в итоге это нам сохраняет хп смотрите снаряд пролетает как раз рядом а мы выползаем чуть-чуть с другой стороны его скоро делал блайншот но не угадал с направлением сводимся делаем выстрел все вражеский танк отправляется в ангар вот такой вот интересный бой с тоже своими особенностями хотя тут много как бы классических моментов стандартных в общем такие бои бывает много но вот этот финальный аккорд я думаю он кому-то будет полезным и добавит маленькую такую тактическую особенность в арсенал тактических всяких уловок для игроков world of tanks но если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии пожелания и до до новых встреч пока